Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Жители же первого подъезда решительно настроены на победу. Покорить жюри есть чем. Грязь просто на стенах, всё исписано. Сажа, пыль, вот эта вся грязь. Ну идёшь с улицы, вот перила и всё руками. Задену где-то, ребятишки же бегают. Такого подъезда я не видела, как у нас грязного. Впрочем, Лавров от победы жильцы не ждут. Скромно говорят, не заслужили. Платили исправно и даже боролись за ремонт. Писали жалобы в свою управляющую компанию ЖО1. Заявлениями ходили в прокуратуру. Если их подъезд и займёт призовое место, то это заслуга только коммунальщиков. Ремонта в первом подъезде не было 13 лет. Мы живём уже, вот лично я, 69-го года. Один раз всего был ремонт. Шансы на победу у 42-го дома, конечно, большие, но большая конкуренция. Желающих поучаствовать в конкурсе на самый неухоженный подъезд в республике, как выяснилось, много. И не то, чтобы охота похвастать нелицеприятным зрелищем. Так жители надеются заставить коммунальщиков выполнять свою работу. По всем конкурсантам жилинспекция Хакасии проведёт проверку с предписаниями устранить нарушения. Управляющие же компании, обладатели самых страшных подъездов получат общественную славу в рейтинге антипочёта. Мы разместим информацию об управляющей компании, о данном доме, о руководителе этой управляющей компании во всех СМИ. Кроме того, в городах мы даже попробуем на информационных счетах, на растяжках эту информацию разместить. Возможно, что с фотографией руководителя управляющей компании. Стать участником конкурса просто. Достаточно лишь сфотографировать свой подъезд, указать адрес с пояснениями и отнести или отправить в электронном виде сотрудникам жилищной инспекции республики. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести Хакасия. В селе Сарагаш Багратского района приостановлено строительство детского сада. Старый из-за ветхости здания пришлось закрыть. И уже два года местные жители сами решают, куда пристроить детей на время работы. Сколько еще ждать нового дошкольного учреждения, узнали наши корреспонденты. Это то, что осталось от прежнего детсада в селе Сарагаш. За почти полвека здание толком не ремонтировалось, в результате обветшало. В 2010 году его признали аварийным и закрыли. Малыши более двух лет на домашнем воспитании. Галина Кудрявцева уже вырастила внуков. Сегодня, несмотря на солидный возраст, разменяла женщину уже восьмой десяток, приходится воспитывать двух правнуков. Одному год, второму пять лет. Он очень любознательный, он задает мне очень много вопросов. Мне как-то отвечать надо на него. Это было бы очень замечательно и хорошо, когда этим занимались бы специальные люди, которые воспитывали бы в нем взаимоотношения с ребятишками, стремление к учебе. Ежедневно решать проблему, куда пристроить своих чад, вынуждены и другие родители. У Татьяны Шевченко, например, трое детей. В этом году у меня первый пошел уже в школу, неподготовленный, времени не хватает. Нулевой класс открыли, нам пришлось с пятилетнего ребенка отдать в этот нулевой класс. Нулевой класс работает при местной школе. В селе поговаривают, что в перспективе откроют еще один, но оба будут рассчитаны в первую очередь на шести-семилетних детей. Между тем дошколят в Сарагаше сегодня почти 80. Все смогут посещать новый садик, вот только когда он появится, пока точно неизвестно. Строительство его началось в декабре прошлого года, но уже в марте работы приостановили. Котлова недоделаны, теперь не знаю гарантии, когда. Первая дата запуска детского сада была 13 декабря, ой, 1 декабря 2013 года, но потом мне уже сказали, что будет запуск здания нашего, здания только в 14 году в декабре, но теперь я даже не знаю. Между тем в администрации Сарагашского сельсовета пояснили, что работы приостановлены в связи с тем, что для закладки фундамента нужен строительный материал, в частности гравий. Привезти его с берега Енисея пока нет возможности, нужно ждать тепла. Когда продолжится строительство здания, в администрации тоже сказать пока не могут. Не получили мы ответа и у подрядчика, его телефон недоступен. Наталья Громашова, Антонина Томачакова, Михаил Окунев, Вести Хакасия. Первые испытания чаши бассейна в спорткомплексе Абакан прошли сегодня. В емкость впервые специалисты пустили воду. Сегодня уровень поднялся примерно на 20 сантиметров. Чтобы заполнить 50-метровый бассейн на нужную для испытания отметку, потребуется 10 дней, сказали в городском департаменте градостроительства. Чашу проверят на прочность и герметичность. Удачный исход у специалистов не вызывает сомнений, поскольку, по их словам, в строительстве использовались самые современные технологии и европейские материалы. И в этом одна из уникальных особенностей нового бассейна не только для нашего региона. Курс на всё самое современное будет выдержан и в дальнейшем на этапе технического оснащения спортивного объекта. Там будет присутствовать самая современная электронная система хронометража с выводом на жидкокристаллическое панно большое. То есть он соответствует всем самым современным требованиям, соответствует требованиям Федерации плавания. То есть это будет самый современный и уникальный объект. В новом спорткомплексе будет два бассейна. Второй для детей. О том, насколько спортивное и оздоровительное плавание станет общедоступным. И когда для посетителей распахнутся двери, смотрите в нашей еженедельной итоговой программе «Вести Хакасе. События недели», которая выйдет в эфир в предстоящее воскресенье в 10 часов 20 минут. Европейская неделя иммунизации проходит в эти дни. Хакасе тоже присоединилась к мероприятию. В нашей республике, как и в целом по России, с помощью вакцино-профилактики удалось победить целый ряд тяжелых заболеваний. Об успехах и трудностях работы специалистов эпиднадзора мы поговорим далее в нашей студии. Татьяна Викторова, начальник отдела управления Роспотребнадзора по Хакасе, сегодня наш гость. А прямо сейчас рубрика «Есть мнения» и прогноз погоды. Увидимся. Школа – это все-таки один социум. Они должны быть как одной командой. Я как бы тоже понимаю, что индивидуализм должен быть уже вне школы. Допустим, любой ребенок, находясь в школе, должен быть именно командой, классом, представлять именно школу свою. Вышел за школу, стал индивидуалом, пошел в любой кружок по интересам. Там действительно человек должен быть уже индивидуалом. Все про это говорят, и большинство, мне кажется, людей все-таки склонны к тому, что должна быть единая форма.